добрый вечер уважаемые дамы и господа в эфире передача ночной размовар мы с вами в новом сезоне и наши гости сегодня рита а в джиан добрый вечер как вы добрый добрый вечер как поживаете хорошо как погода знаешь пахмурно но дождя нет бог пожалел нас в каком в каком вы городе живете рита холл сочи сочи городе сочи темной ночи в баку тепло еще представляете баку тепло баку лучше конечно думаете в баку погода лучше чем сочи нет просто баку лучше чем сочи для людей для для того чтобы сказать о чем-то красивом теплом это баку я там была два раза и и за эти два раза мое впечатление успела измениться нежели я 40 с лишним живя сочи не смогу сказать что он вот так ну а что вам больше понравилось вот что изменило ваше впечатление о баку лучшую сторону что ну там вот что-то то ли воздух пропитан там доброта сама люди какие-то ну там надо жить чтобы это все понять вот поэтому я просто говорю баку для меня остался лучше чем то где я живу а вот я слышал что вы хотите из сочи куда-то переехать хотите уехать из этого города так ли это ну положим не куда-то это да внешняя моя мечта уйти отсюда как-то суметь удалиться от этого места города меня здесь никогда не устраивало ничего ну в плане как опять-таки проживание здесь больше реклама присутствует нежели сам факт о том что здесь можно жить а куда хотели бы поехать ну здесь неоднозначно во первых хочу к сыну вернее чтобы он рядом был ну а во вторых не знаю живет москве как я понимаю правильно сын живет москве но там тоже холодно он там работает не хотели бы на историческую родину мужа супруг же у вас азербайджанец не хотели бы в азербайджан переехать например знаете недавно с неделю назад он эту мысль выдал что может быть в азербайджане устроиться правда я не прочь пусть это будет для него как бы лишь бы для него хорошо пусть это будет его выбор но согласить тоже трудно устроиться пока кто-нибудь тебе не подыщет что-нибудь что так для удобства что ли отсюда туда тем рано это тяжело тяжело а вот а вот например если переедете с мужем в азербайджан супруг сможет найти работу в баку вот по какому профилю он хотел бы работать ну он принципе может и не работать у вас хорошая пенсия потому что пенсия есть и сын помогает чего работать зачем но правда конечно почему что-нибудь там типа по охране водителем умеет а водить а вот муж азербайджанец из какого города он района сумга и он сумга ицки значит вы хотели бы наверно у моря жить у каспия там домик себе построить ну если ты возьмешь на заметку тот факт что я в ангеле сочи прожившая столько лет и если из пятидесяти лет я была на море по месту пусть десять раз то конечно лучше пожить рядом с морем чтобы хотя бы видеть его от меня море где-то километров а вот какую культуру а вот ваш азербайджанский муж принес вот непосредственно вашу жизнь вот что вот он принес вот помимо любви тепла доброту он принес доброту причем он не устает быть добрым а я его ругаю причем почти ежедневно нельзя нельзя быть таким добрым потому что кризис то есть он расточить и все деньги тратит делать подарки вам все это не на любимую он может любому соседу помочь любому по работе кому ну вот то есть он парень который отдаст последнюю рубаху если ну кому-то это потребуется а я нет я не отдам я знаю что завтра это мне понадобится вот вы как армянка он как азербайджанец только честно скажите кто более практичный я турка армянка не могу быть армянкой вот еще раз меня армянкой назовешь мы с тобой перестанем общаться в тур турка армянка турка армянка 40 лет до набили что я турка армянка наверное я поверила теперь нет просто так можно вас буду просто называть прекрасной женщиной кто более практичный вы или ваш муж практичный это просто народе как ну как бы с кем можно пойти в разведку как все азербайджанцы до потратит две две зарплаты которые еще не заработал я с ним 35 лет понимаешь и здесь однозначно только я разведку только я причем со мной даже можно нежели я с кем-то это настолько важно да ну вот как ты у меня конечно я да нет близко даже вот всего того знаете вот энергетического запала как у вас а вот а сын сын ваш вот что говорит вообще он больше тянется все таки по понятиям к маминой стороне или к папиной все таки он более такой практичный такой валют или да говорить обычно правду не говорят правда как когда обычно есть там да а я скажу правду никуда не тянется вообще сам сам одинаково уважает вот я удивлена как мать я тебе говорю даже видишь через эфир который возможно он увидит но я говорю правду он одинаково уважает будет любить и ту и ту сторону он говорит я не понимаю что такое ненавидит он не умеет это делать вот вот кем-ря убей меня никогда мой сын рожден тоже только любить он всех любит всех уважает ну что делать девушка есть у него девушка ну если есть то значит я не в курсе когда он далеко многие какие отношения у вас вот семьей вашего супруга вот как вот вы ладить общаетесь между собой и не родственники вашего мужа до сестры там братья там вот и убрать здесь проживает в течение 20 лет ну в общем-то частенько захаживает делает шашлыки кормит вернее нигде больше в городе не сделаешь там зона городская тут поселочная и вот он приезжает между перерывами работы собираемся частенько в месяц ну раз это точно он любит вот эти вечеринки а что любите вы вот книжку почитать вот я не знаю музыку послушать очень люблю рабочие фильмы до рабочих в каком плане чтобы что-то искали кому-то помогли чтобы бежали чтобы ну ты понял да я люблю в общем-то мчс чтобы всегда была направлена помощь нужная а есть у вас вот подруги подруги друзья вот в сочи вот например армия не азербайджанцы кемра кстати спасибо что ты мне напомнила друзья я где-то месяца три назад твой ролик скинула моей подруги в германии и ты знаешь что она мне ответила во первых я там субтитры писала комментарии о тебе что такой парень такой душевный такой такой и что жена умничка красавица словом она мне пишет после всего ритм я уже сама влюбилась в мне нельзя я на работе нет я к чему я к тому что тебя действительно за пределами очень очень спасибо и подруг у меня море конечно кто на том свете кто на этом но и замечательно скажите пожалуйста а вот скажите мне честно да вы все таки в этой теме как ладят в сочи вот армяне азербайджанцы вывод конкретно находитесь в круговороте всего этого даже я не понимаю буквально позавчера ну два-три дня армяне то есть ленинаканцы скажем конкретно нации ленинакан они здесь проживают 20 лет и азербайджане которые проживают здесь 8 лет вот буквально говорю на днях армяне решили сделать пожертвование армяне порезали барана армяне решили пожертвовать ну там крещение что-то там это и что почему говорю и представляешь резал этого барана именно ну да ну как бы и может быть это потому что армяне просто не не могут быть такими именно профессиональными может быть раздельщиками да скажем так вот так бар баранина может они больше по свинине все-таки может из-за этого можно еще добавить к этому другой абзац о том что может армяне не так жестокие не умоляю умоляю азербайджане срезал барана получается а чтобы армяне потом его раздали да наверное в его разде разделывают и так это же не благотворительность это просто порезали барана и съели я думал это как курбам байрам когда ты режешь барашка и раздаешь там нуждающимся по два-три кило а тут вот порезали съели а ну так у здесь каждый день такая благотворительность ну ты знаешь а для меня что самое смешное извини я да да пусть мне куска не достал вот так да а ведь это нельзя а ведь так нельзя камера надо мне приносить потому что вы у меня дома сидели кушали пили вот так вот понимаете надеюсь хотя бы мяснику кусочек достался вот а вы верите в то что все-таки в будущем два народа азербайджанский армянский возьмут может быть даже где-то пример с вашей семьи и хотя бы на уровне соседства если не на семейном уровне то хотя бы на соседском уровне найдут общий язык вы в это верите я в это верю только у меня есть промежуток времени сколько это может длиться например я например всю историю не читаю но мне не надо мне достаточно того что да я прожила а перемирие там до свадьбы любовь между да этими нациями обязательно будет даже нам с тобой это не надо регистрировать но ты знаешь что плохо почему и плохо до сих пор потому что через какой-то промежуток времени когда подрастут те или иные дети опять кто-то сбунтует войну понимаешь она из поколения почему-то вот так да через поколение все равно возбуждается война и вот сейчас этот пример на протяжении моей жизни я тебе говорю ведь настолько все было в шоколаде я не знаю как ты это помнишь но здесь вдалеке это более впечатляло азербайджанцы почти через три человека были устроены правда азербайджанок я не могу тебе назвать но азербайджанцы очень многие женились на армянках армянки то есть вы скажете мне по статистике рита хану получается что азербайджанцы гораздо больше были женаты на армянках нежели азербайджанки выходили за армян то есть азербайджанки практически не походили за армян а вот вы вот вы армянка вот что шоке-оке тюрка армянка о кире тахан что вас зацепила ваши мужа азербайджанцы ведь вокруг было очень много я уверен достойных армянских ребят что чем он зацепил вода азербайджанцы этот вот как тебе сказать во первых у него не было этого показательного гонора он был спокоен ну как как человек говорил тихо внятно а местные то есть он отличался от сочинских приезжай местные особенно то что я видела они до сих пор есть молодежь понимают то есть на панта пиво имеет что-то ключи на руках поверьте все это конец света он на пуп земли золотой золотая молодежь а за душой там ничего не а в супруге этого всего не было нету я говорю я почему я обратила внимание что говорят помнишь есть фраза говорят умный до тошноты да бывает фраза такая так он настолько был вот так вот воспитан что я подумала его жалко то есть вы его вы его пожалели нет ну никак не так можно чисто из-за жалости связаться или или полюбили все таки полюбили рука рука да он вошел в душу так что я плакала а то что он азербайджанец это вас не останавливало но он же не медведь правильно кто знает что почем где они вы как-то говорили мне что он вас шоколад так ли это да конечно шоколад о чем мне нравится то что он не как в общем то есть отдельные моменты не как некоторые азербайджанцы есть такие что то ли война на них да вот вот он взял да меня и несет этот плак до конца согласись это тяжело да хочется вот объяснить нашим зрителям что это ханом к сожалению так случилось что можно да вы я очень взять ритхом вы инвалид а какой группы группы то есть вы не можете ходить только ходите на руках а муж грубо говоря ваш муж носит вас на руках много лет азербайджанец сделал вам предложение покорил вас носит вас на руках и вы просто не могли не полюбить этого человека нет вначале я полюбил а я хочу сказать что его ничто не сломило вот это меня покорило и покоряет до сих пор замечательно понятно что мог бы выбрать путь попроще конечно же гораздо меньше ну раз он вас разглядел видимо лучшим были все таки вариантом для него вы сердце не прикажешь видимо он разглядел вас тот то самое что и ждал всю жизнь он это сам подтверждал когда его однажды пару женщин взрослых просили а что ты такой грамотный лучше не мог найти ну например мол мою дочь он знаешь что ответил она лучше всех ваших дочерей все больше к нему не пристал вот поэтому ну нету найди такого как мой муж я тебе ритхам скажите пожалуйста вот у нас уже столько лет конфликт с нашими соседями супруг ваш переживал вот вы ваш супруг давай я тебе так скажу чтобы ты понял что все таки в душе это конечно же к родина который он вышел он слушает песни причем со времен именно рашида дейбутова и плачет только я просто делаю вид что я не замечаю но он когда сидит один как бы сидим отдыхаем он только я даже вспомнила он каждый день душу рвет из-за этими песнями и очень очень следит за роликами оба азербайджане и ты понимаешь истинный патриот получается любит родину он очень очень я даже как будто я его оторвал ритхам а вот вы к вас бывали такое вот что вы спорили насчет того чей все-таки карабах или вы как бы единогласно супругом всегда придерживались одной позиции ну и чем вы его считаете с мужем конечно азербайджан ну как-то глупо приравниваться к тому что говорит история отрицать что-то очевидное но я не могу я поэтому тебе сказала принято лицемерить принято говорить фразы для красоты а чем не красота ну как бы кому она нужна и сейчас только душа и любовь спасает все ее так мало осталось что мне дико страшно что люди остановиться не могут спасибо вам большое рита ханом я вам желаю счастья здоровья чтобы вы благополучно переехали туда куда вам хочется желаю здоровья вашему супругу настоящему азербайджанскому киши и вашему замечательному уже взрослому сыну который живет москве благодарю вас за эфир до свидания спасибо вам до свидания дорогие друзья с вами была передача ночной размовар до новых встреч до свидания